Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня не могу не поделиться с вами легким способом выполнения достижения, как приручить дракона. Это достижение было введено еще в дополнение миссов Пандария в сентябре 2012 года, и на самом деле оно до сих пор ставит некоторые палки в колеса тем игрокам, которые хотят сделать это достижение. Критерий опередить всех в небесной гонке. Небесная гонка это особый дейлик, особый квест, который появляется у ордена облачного змея. С целью получения этого квеста нам просто-напросто нужно прокачать почтение. Почтение, не превознесение, ну, качаем в два раза быстрее просто-напросто да и все. Что нам поможет в этом? Есть легкий способ, и само собой нам поможет аддончик. Аддон TomTom, всем известный, ставит просто-напросто координаты. Пишем макрос с командами на абсолютно все 10 контрольных точек, которые нам нужно пролететь для выполнения квеста и для вообще в целом получения достижения. Само собой, абсолютно все эти координаты я скину в описание к видосику и можете скопировать, также себе закинуть в макрос. И подлетаем к этому краешку карты, нажимаем макрос и перед нами появляется абсолютно все то, что нам нужно. Абсолютно все 10 waypoints, которые нам нужно пролететь. Ну, а легкий способ, который поможет нам получить это достижение, заключается в том, что мы берем Daylic, первый пункт, принять. И второй пункт, в тот момент, когда мы жмем кнопку разговора, я готов к гонке, нам нужно нажать Num Lock, сидя на маунте. Num Lock это кнопка автоматического передвижения. Возможно, она у вас уже на мышке, если вы давно играете и специально себе все перебиндели. В общем-то, по умолчанию это Num Lock. И в тот момент, когда мы жмем кнопку Num Lock, нам сразу же нужно нажать, я готов к гонке. Давайте попробуем. 3, 2, 1. Происходит анимация, начало этого задания, я лечу вперед на своем фениксе. Да, меня закинет сейчас далеко вперед. Возможно, я упрусь в какую-то гору, скалу, и, быть может, я вообще плавать буду. Но я резко развернусь к первому вейпоинту, к первой контрольной точке, и буду лететь спокойно на своем фениксе. Суть в том, что самым главным конкурентом является пепел. Анимация без змей. И мы потом посмотрим, каким он придет к финишной точке. А вот он, он даже не особо-то отстает от нас. Хотя я на фениксе, 310% скорость полета, все такое, ну что поделать? Слишком быстрый. Само собой, можно использовать честный способ при выполнении этой небесной гонки, при выполнении этого достижения. То есть, мы не жмем нам лок, мы седлаем своего змея, которого нам выдадут. И что получается? Получается так, что нам нужно собирать вот эти вот белые кружочки. Эти белые кружочки будут просто-напросто настакивать скорость полета. Максимум 10 стаков, и каждый стак по 10%. Но я не знаю, как нужно просто-напросто извращаться, чтобы обогнать этого ониксового змея. Нужно особые какие-то тактики использовать. Ну, произошел небольшой казус, стрелочка как-то хаотично начала работать, поэтому просто буду ориентироваться на карту. Тоже шестая сейчас будет точка. 9 точек пройдено. Получается, подлетаем сейчас к самой последней. Десятая точка. Все замечательно, зафиксировались. Пролетели под финишной чертой, вы заняли первое место. Ждем, когда прилетет пепел. Ну, чисто по приколу. Прошло секунд сколько? 5, наверное, 7. Понимаете, насколько он быстрый. Чтобы сделать это на обычном облачном змее, собирая кружочки, реально придется как-то слишком сильно поднапрячься. Но, если хотите, то дело за вами. Если хотите просто-напросто легко получить достижение, как приручить дракона, то используйте именно этот метод. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!